Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала Мудрая Лиса. Я рада вас приветствовать у себя на канале. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и мы с вами начнем. Сегодня у нас будет онлайн расклад на тему его мысли о вас, его мнения о вас, и, возможно, какие ассоциации уже смоделировались в его бессознательном. Хорошо, три позиции, выбирайте, пожалуйста, свою. И чисто интуитивно очень важно настроиться на позицию. Подключаем всю свою интуицию, присаживаемся поудобнее, завариваем кофе, чай и начинаем. Я начну с первой позиции, а вы сможете перемотать. Итак, первая позиция. Здравствуйте, единички. Итак, давайте посмотрим общее мнение о вас. Общее мнение о вас. На самом деле, очень двойственное мнение. Как будто бы не хватает приземленности вам, он так считает. Здесь, во-первых, человек видит, что у вас в данный момент есть какие-то переживания, проблемы, возможно. А если в разрезе того, что это человек, с которым вы не общаетесь, то, скорее всего, в прошлом должна была проводиться работа над отношениями, над межличностными отношениями любого характера. Но человек выбрал другой путь и предпочел идти, скажем, очень самодостаточно, без вашего участия. Двигался человек абсолютно интуитивно в своей жизни, выбирал, что ему больше нравится. Если в разрезе общения, то человек смиряется в какой-то степени с вашими недостатками, он их видит. А человек достаточно категоричный и придирчивый, можно так сказать, потому что он не видит своих недостатков. А если ее видит, то старается это переводить в какое-то достоинство, старается как-то все обтекаемо преподносить обществу, но сам же себя не видит. Тем не менее, я могу сказать, что вы для него персона значимая по той простой причине, что он как будто бы уловил ваш нрав, знаете, уловил вашу волну. Поэтому в сочетании со своим непостоянством какого-то характера, настроения, то он то хорошо вас думает, то плохо, то хорошо, то плохо. Он как бы пытается сам понять вас, но у него не получается. Почему? Потому что для того, чтобы понять вас, ему нужно постигнуть мир. И я сейчас расшифрую. Для того, чтобы понять вас, ему нужно как будто бы перейти на какую-то другую ступень, да, переплыть в какое-то образное море со своими образными мыслями. И понять, что его мир очень узок. Все, что не попадает под его нормы, под его принципы и рамки, то как бы для него плохо, и он осуждает это. Притом от всей своей щедрости души очень так смачно. Человек любит осуждать, кстати. Ну, это защитный механизм, чтобы не видеть свои недостатки. Вот такая здесь история. Он очень четко и грамотно замечает любые детали. Знаете, ему хорошо бы работать детективом. Он будет замечать любую деталь. Несовершенство прически, макияжа, уставший из глаз. Да все, абсолютно все. Такой вот человек. Интересный. Хорошо. Я хочу дополнить, потому что достаточно в одну сторону получилось. Мнение о вас. Мнение о вас, человеком. Во-первых, он не видит вас полностью. Он не понимает вас. Такое ощущение, что он видит только каменную стену. Возможно, у вас такое общение, что вы как будто бы вы ставите преграду между ним и собой. Его методы общения с противоположным полом абсолютно на вас не работают. В соответствии с этим человек бесится. Реально так злится. И при этом он видит некую схожесть. Некую схожесть поведения. Вашего и своего. Некую. Вот как будто бы вы его зеркалите. Возможно, вполне. Вполне возможно. Человек не просто так появился в вашей жизни. И, собственно... Это какой-то урок определенный. И вы друг друга зеркалите. Вы можете с темы на тему перепрыгивать. Очень ловко так заговаривать. Зубки, да? Это похоже. И на вас, и на человека. Хорошо. Общее мнение. Очень-очень... Он понимает, что вы очень похожи. Он находит вас интересным человеком. Он осознает, что вы сексуально, умна, где-то даже немного дерзкая. Вы его от всей его души раздражаете и притягиваете. Тем не менее, вы как будто бы немного выше этого человека вот в каком-то духовном развитии или морально-этическом. И вы этот мир больше знаете, чем он. Возможно, вы видели больше стран, знаете, больше языков. Да и, в принципе, ощущаете всю палитру эмоций, да? А человек еще не настолько развит. И поэтому в некоторых моментах он вас понять не может. Но от вас требует... Чтобы вы как будто бы спустились на его уровень. Ну, тут такая какая-то странная история. Ему хочется из вас получить эмоции, понимаете? Он как будто бы специально где-то вас подтрунивает, цепляет, троллит. Для того, чтобы получить эмоции. Вы стараетесь себя контролировать рядом с ним. Стараетесь не все показывать. Но человек такой провокатор. Мне здесь выходит. Хорошо. Что нам скажут на этом? Виканская таро. Это даже оракул. Хорошо. Мнение. Красивая, недоступная, закрытая. Книга перевернута. Знаний не получить. Тем не менее, видит в вас огонь, видит искру. И плюс ко всему вы разжигаете очень много интересных эмоций и чувств у человека. Я могу так сказать, здесь на начальной стадии симпатии, влюбленность, вот эта вот притягательная история, когда только формируются чувства и мнение о человеке. Если же вы давно знакомы с друг другом, то вы как будто бы до конца не раскрываетесь человеку, как будто бы ему не доверяете. Тут такая вот может быть история. Хорошо. Давайте посмотрим его чувства. Чувства и ассоциации. Сразу посмотрим. Чувства и ассоциации. Чувства и ассоциации. И ассоциации. Ну, как-то так. Хорошо. У вас очень плавно, можно сказать, медленно текут отношения, что там, что тут, умеренность. Я могу сказать, что человек старается воспринимать со всеми вашими достоинствами и недостатками и просит, наверное, такого же отношения к себе. Тем не менее, очень много лишних двойных сигналов человек дает. Вот эта карта в центре и колется, и хочется, и мама не велит. И понимает, что если вы сейчас не общаетесь, понимает, что рано или поздно вы все равно встретитесь, вы все равно столкнетесь, вас все равно столкнут. Почему-то он в это прям верит. Но, с другой стороны, в ваших отношениях просто нет роста. Как будто бы они застыли. Возможно, вы смотрите на бывшего. А возможно, просто вот по каким-то таким обстоятельствам специфическим вы не можете постоянно быть рядом, да, и узнавать друг друга. И ассоциации. Ну, как я говорила, вы друг друга очень зеркалите. На этом фоне у вас возникает борьба. Такая вот конкуренция, перетягивание одеяла, да, друг на друга. Кому-то что-то доказывает. Вы ему как будто бы все время доказываете, какие-то простые истины для вас кажутся. Или он пытается вас вывести на какой-то вот такой диалог. Но, на самом деле, это дискуссия, которая будет перетекать вот в ссору, да, в конфликт. Выяснение такое. Просто потому, что у вас очень похож вот этот вот, даже не азарт, а вот авантюризм есть у вас у обоих. И плюс ко всему желание там доказать свою правоту. Я могу сказать, что человек сам по себе очень яркий и активный. У него такой нрав. Я могу сказать одним словом, а характеризовать, ну, хулиган здесь, правда. Такой вот. Но он умный. И вас это привлекает. Ассоциации, опять-таки, идут с миром. Это то, что вы ему все время доказываете, все время пытаетесь показать всю эту палитру. Видите, как интересно здесь. Времена года, все оттенки красивые, яркие, да, показать эту палитру, что можно испытывать, что можно почувствовать, что можно увидеть и так далее. Как будто бы вы также пытаетесь ему показать вот свой женский подход к этой жизни, который вот очень гармоничен. И вы пытаетесь вот, наверное, создать о себе впечатление такое, да, чтобы вот он понял, что вы не хухры-мухры. Он же, в свою очередь, воспринимает это как вызов. Это защитный механизм у него такой. То есть он думает, что вы пытаетесь с ним бороться. Кто как бы лучше понимает эту жизнь? Как будто бы такая вот история. Напишите, пожалуйста, по поводу этого. Если у вас проигрывается, буду очень-очень признательна. И, собственно, четверка кубков. Проигрывается, скорее всего. Если для бывших, то человек скучает. И вот эта ассоциация зеленой хандры, тоски, нарисована на основе того, что он испытывает к вам. Вот как только он начинает чувствовать какую-то апатию, депрессию, зеленую хандру, он почему-то сразу вспоминает вас. Наверное, потому что скучает. Вот тут так. Если же вы общаетесь, то человек в раздумьях и чтобы вас понять и понять механизм ваших мыслей, механизм ваших доводов и так далее, реакции, вообще вас понять, человеку приходится прикладывать очень много усилий, сидеть и думать на эту тему. Вообще обдумывать. Большой проводится такой ликбез внутренний. Ну и человек как-то... Это, конечно, тяжело дается, очень тяжко. В любом другом разрезе я могу сказать, что по чувствам вы не безразличны этому человеку. Тем не менее, я не могу сказать, что здесь есть глубокая любовь. Тут есть еще вариант, что чувства просто затихли на какое-то время, как будто бы заморозились. По той простой причине, что мне очень часто здесь выпадает умеренность. Мне выпадают еще некоторые карты, которые так сигнализируют об этом. Это мы я буду рассматривать для разных вариантов. Вас много. Хорошо. Ну и давайте посмотрим в такое вот дополнение одной картой. Как он вас видит? Ну вот вашу стать, ваш апостас. Как он вас видит? Ну да, тут как будто бы отношений немного. В прошлом очень сильно проиграется для тех, кто загадал сейчас бывшего. Если вы общаетесь с человеком, то это, скорее всего, сейчас проходит трансформация у человека касательно вас. И в любом другом случае, вы видите, здесь есть огонь. Это говорит, что трансформация пройдет болезненно для человека, тем не менее он поймет. Поймет для себя многое, сделает определенные выводы в силу своей готовности. Но в ваших отношениях еще появится огонь в любом случае. Даже если сейчас отношения претерпевают некий кризис. Да, будет путь, и человек должен будет принять для себя решение по поводу вас. Это, скорее, внутреннее решение, которое каждый из нас принимает. Вот такая вот здесь получилась история единички. Если у вас проигрывается, если вам откликнулось, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарии. Мне это будет очень приятно. Вот. А на этом всего доброго и пока-пока. Двоечки. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас мы посмотрим на человека, которого вы загадали. Пожалуйста, сосредоточьтесь, и мы начнем. Его общее мнение о вас. Его общее мнение о вас. Как интересно получается. Ну, тут какая-то очень агрессивная позиция по отношению к вам. Будем двигаться постепенно. Ну, вот. Человек разочарован, в принципе, в любви и разочарован в ваших отношениях. По той простой причине, что вы, скажем так, его ожидания не исполнили. И у меня ощущение, что здесь человек ожидал, что вот ваше появление в жизни сделает его жизнь более полноценной, его более счастливым. Да, чтобы все было просто волшебно. Чтобы все было просто волшебно. Единороги скакали около дома. Ну, как-то такая история, что вот он ожидал большего. Он ожидал большего, лучшего. Вы вообще яркая персона для него, очень чувствительная, очень женственная. И он вас видел целую королеву. Но сейчас она переворачивается. И вообще перевернутую королеву часто расшифровывают, как немного истеричную девушку, которая не особо знает, чего она хочет. Но я могу сказать, что здесь вы затронули большие его пласты комплексов, защитных механизмов. У него уже были отношения, которые сильно его так вот подкосили в прошлом. И человек вообще защищается от женщин, защищается от социума определенными разными способами. Притом это происходит абсолютно бессознательно. И человек не находит связь в этом во всем. И мучается. Отношения построить ему очень тяжело. Многие его какие-то розовые очки, иллюзии, они с него спали. И он увидел картину в целом. И картина ему не понравилась. Картина ваших отношений. Он защищается от вас. Возможно, вы зацепили какие-то реальные его больные точки. Человек на вас обижен. Возможно, даже зол. Какая-то такая история. Давайте продолжим, потому что мне непонятно, почему. Давайте посмотрим, почему такой, действительно, почему такой на вас взгляд, о вас мнение. Давайте для чистоты на другой колоде. Ну вот. Все то, что я и говорила. Это суть такая человека. Ну да. Ну посмотрите. Повторяется, повторяется, повторяется. Так, чтобы вы понимали. Человек сам по себе немного склочен, придирчив, остр на язык. Может как-то провоцировать. Есть пассивная агрессия. И у меня такое ощущение, что даже есть вполне прямая агрессия. Если ему что-то не нравится. Человек очень принципиален. Эти принципы порой вздорны. И когда эти принципы поднимаются наружу, окружающие немного в шоке. И не понимают, как вообще базировались и на чем базировались такие принципы у человека. Для него все должны быть милыми. Все для него должны быть друзьями. А если он не видит дружелюбия в глазах и на лице. Все, человек сразу воспринимает людей как врагов. В принципе, он социум воспринимает как врагов. Но это происходит абсолютно бессознательно. Человек с собой не работал, не работает. И ему тяжело вообще находиться в социуме. Он либо будет возглавлять, скорее всего. Тут такой действительно может быть пробивной человек. За правду, за матку. Рубить будет все дела. Знаете, напоминает мне такого лидера трехсот спартанцев. Человек действительно может быть хорошим руководителем. Выпадает его описание. У меня такое ощущение, что еще не сформировавшаяся личность закрывает какие-то свои пробелы внутренние, пустоты. Вот такой агрессии. Возможно, обиженный мальчик. То есть многое тянется и с детства. Я хочу просто посмотреть, в чем конкретно причина. Почему так? Во-первых, в каких отношениях вы состоите? Проиграется для большинства из тех, кто смотрит сейчас этот расклад. В каких отношениях вы состоите? Это отношения, которые погасли. Это отношения, которых сейчас на данный момент нету. Да, не в прошлом. Человек понимает, что он упустил свой шанс. Он понимает, что вообще очень много сценариев в его жизни повторяются, связанных и с работой. Вообще токсичный человек. Связанных с работой, связанных с отношениями. Я хочу просто раскрыть, понимаете, здесь этого рыцаря. Во-первых, потому что он продублировался. А во-вторых, потому что он здесь главная персона, мероприятие, так скажем. Из-за этого рыцаря все и происходит. Давайте посмотрим, что же с ним такое. Что с рыцарем. Да, это его зона комфорта. Нежелание меняться, нежелание принимать окружающую действительность. Побег от реальности. Почему вот такой какой-то агрессивной, пассивной манерой подачи себя. Ну вот агрессия выпадает. Это его защитный механизм. Это его привычная стезя. А двоечки. У многих вполне возможно, что... Такая вот динамика агрессии не проиграется так явно. Просто сейчас я рассматриваю его изнутри. Немного энергии направляю. И смотрю его. Поэтому... Ну и еще, конечно же, это то, что возможно сейчас происходит с ним. То есть то, что он сейчас переживает внутри себя. И что возрастает в нем. Вот такая агрессия. Корень. Моя его натура. Это его натура. Видите, вот выпадает мне. Королева мечей. Вот такая вот натура. Немного холодная, интеллектуально одаренная. Острая на язык. Умеющая преподносить себя в обществе. И быть хорошей и милой, когда это необходимо. Но за этим всем скрывается леденящая сталь. Поэтому его мнение о вас, понимаете, это как вы одна из всех тех, на кого он смотрит и не видит того, чего хочет видеть. Тем не менее, персона вы для него не значимая. По той простой причине, что так много негатива. А безразличием здесь и не пахнет. Давайте посмотрим чувства. Что же там происходит. Мне прямо интересно. Исходя из его мнения о вас, очень такое, знаете... Дотошно вот ищет, к чему бы придраться. Ищет, чтобы придумать о вас такое, чтобы обесценить вас. Чтобы вот... Она плохая, потому что вот так, вот так, вот так. У нас с ней не срослось, потому что она виновата. Это она, это не я. Я хороший, я белый и пушистый. Но все почему-то на меня как-то так вот странно смотрят, недолюбливают меня. Я белая ворона, я уникальный, я особенный. Я не такой, как все. Хорошо. Чувства, чувства. Почему нет? Господи. Прямо так вот все. Очень-очень печально получается, честно. Пообъясню сейчас, почему у меня такая бурная реакция. Человек придумал себе исключительно особенную девушку. Его вторую половинку, которая будет соответствовать всем его идеалам. Которая будет как елей на его раны. Она будет его вдохновлять. Она будет нежной, чувственной. Она будет делать его лучше. И она будет видеть в нем, в первую очередь, его достоинства. Его глубину души. При этом, при всем, он боялся заходить в серьезные отношения. Он, понимаете, возможно, он присутствовал в отношениях, но он только делал. Это была видимость отношений. Это была видимость контакта с человеком. На самом деле, он боится настоящего, живого, искреннего контакта с человеком. Потому что там есть выбор. Выбор идти дальше. Оставить эти отношения. Потому что, возможно, вы всячески предпринимали попытки, чтобы человек остался рядом с вами. Чтобы все было нормально. Чтобы отношения могли существовать в любом продуктивном и эффективном виде. Но он побоялся, потому что здесь выпадает у нас императрица. Вы для него красивая. Вы для него сексуальная, сильная, морально. У вас есть стержень. И вы хитрая, кстати. Он думает, что вы очень хитрая. Он побоялся, что вы возьмете над ним верх. Он побоялся вашей красоты. Побоялся строить с вами отношения. Потому что там действительно есть смысл. Там есть соль, понимаете? С ими соотношений. А он боится идти по-настоящему. То есть, а с вами не получится так, что делать вид. Вы все почувствуете. Вы же чувствуете человека. У вас есть ощущение, что человек как будто бы где-то не то, чтобы не с вами. А он как-то столько масок, столько масок, а за ними как-то человека не видать. Есть какой-то барьер. Так вот этот барьер этот человек самостоятельно устанавливал. Возможно, даже прикладывал усилия. Только чтобы не почувствовать что-то к вам, не привязаться. Чтобы эти отношения не стали для него в перспективе серьезными. Потому что там ему придется, во-первых, меняться. Во-вторых, ему придется открываться. Рассказывать о своих больных точках, уязвимостях. А он же видит всех врагов. Что-то мне какие-то сегодня интересные такие парни. Вы приводите с собой людей, которых вспоминаете. И я их вижу. И меня, конечно, это... Но с другой стороны... Во-первых, у него было большое искушение. Все-таки плюнуть на свои принципы. Плюнуть на свои какие-то странные взгляды, на отношения. И позволить себе просто быть рядом с вами. Предложить вам что-то более серьезное. Предложить вам настоящее, на самом деле. Я хочу рассмотреть детальнее силу. Что здесь это значит. Это с его стороны, с вашей стороны. Еще здесь такая история, что мужчина, как делает... Он вместо того, чтобы идти в настоящий контакт, он может подавлять свою партнершу. Достаточно так импульсивно, психологически давить на нее. Притом здесь реально психологическое давление. Манипуляции, всякие уловки, трюки, да. Чтобы девушка влюблялась в него и не могла ему отказать, потому что он этого боится. А во-вторых, чтобы она не смогла показать... Даже не знаю, как правильно. Чтобы она не требовала от него настоящей сути. В общем, он никогда никому не показывает свою настоящую суть. Потому что там скрывается очень-очень-очень робкий, уязвимый, маленький мальчик, который не готов мириться с этим миром. У которого очень много претензий к людям. Разочарованности, обид. Ну и эту проекцию все он, в общем-то, вносит на своих партнерш. Чувства. Вы цепляли его. Он вас рассматривал конкретно на роль своей партнерши. Но, опять-таки, он пытался предпринимать в вашу сторону разные интересные трюки. Вы на них не велись. И он как бы поэтому посчитал вас... Проще было вас обесценить, чем взять в расчет, что просто с вами не получится поиграть в кто тут босс. И я хочу посмотреть одну ассоциацию, связанную с вами. Вот как он вас видит одной картой. Разбитое сердце. Чувства, которые не удались, не срослись отношения. И вы ему разбили сердце. Я все-таки дополню здесь. Я хочу посмотреть конкретно разбитое сердце. Или просто сожаление о том, что как-то не срослось. Ну, вот прямо интересно. Ну, во-первых, есть чувства. Они есть. Но он таких шифрует. Он даже... Здесь я вот смотрю на него. Я пытаюсь увидеть суть, да, этого человека и так далее. А он шифруется. А он шифруется. Разбитое сердце. Очень много эмоций, чувств, которые не высказал, не показал. Ну, честно, дамы, кто меня сейчас смотрит? Пожалуйста. Не считайте, что если у человека есть чувства, то это может быть каким-то оправданием его поведения и так далее. Это только вот как-то в фильмах как-то так преподносится, что у нас такие слегка нарциссичные личности прекрасны в своих страданиях и в своей любви. Но на самом деле нет. Нет, на самом деле человек бы очень много нервов вымотал. Да, возможно, и вымотал вам нервы. Очень много кровушки допопил, потому что ему всё время нужно доказывать свою любовь. Ему всё время нужно показывать, что вы от него без ума, чтобы он чувствовал себя боссом, чтобы он чувствовал себя лидером, своё превосходство. Для того, чтобы не чувствовать себя уязвимым. Потому что у него в жизни есть только две позиции. Либо сверху, либо снизу. Всё. Третьего не дано. Он не понимает отношений наравне. Он не... Возможно, в его детстве было очень много конкуренции с кем-то. Возможно, братья и сёстры. Возможно, там в школе. Я не знаю. В общем, отношения у него не складываются с социумом. Он либо берёт верх над другими, либо чувствует себя униженным. Он себя так преподносит. Всё. Вот такая история двоечки. У кого это проигрывается, кому откликается, кто понимает, о чём я говорю, пожалуйста, напишите. Потому что здесь история достаточно интересная. И оно было бы прикольно, если бы такой человек сходил к психологу. Но я ни в коем случае никого не хочу обидеть. Просто у кого-то он действительно отыгрывается. Кто-то понимает, о чём я говорю, о ком я говорю. Хорошо, а мы переходим к третьей позиции. Троечки, здравствуйте, здравствуйте. У нас здесь сегодня с вами очень весело. Усаживайтесь поудобнее. Если вы ещё не подписаны, подписывайтесь. И мы посмотрим. Общее мнение о вас у человека, которого вы загадываете. Представьте, пожалуйста, его цвет глаз, цвет волос, манеру, речи, походку. Всё-всё-всё. Всё, что только можно представить о человеке. Его любимый цвет, да. Сколько ему лет. Всё, что можно вспомнить. Так. Интересно. Очень необычно выходит сейчас мнение о вас с такой буковкой М. Возможно, кто-то сейчас загадывает человека на букву М. А возможно, это просто обозначение человека. Ну, да ладно. Так. Человек сейчас вообще в своих сомнениях, в неком выборе, но очень иллюзорном. Ему кажется, что это его мнение о вас. По поводу вас он должен принять какое-то решение. И он склоняется, конечно же, больше к тому, чтобы разобраться с вашими отношениями, продолжать их. То есть, если вы сейчас общаетесь, встречаетесь, то человек намерен всё-таки продолжать отношения. И у него есть к вам чувства. Он хотел бы попасть в девятку кубков, в некую такую полноценность, полноводную жизнь, да, со всеми её эмоциями. Вы доставляете человеку очень много эмоций интересных, необычных. Но для человека вообще отношения — это такая... Это чёмный лес. потому что... Он никогда не понимал женщину. Вот тут такая история. Он... Он знает вашу личность, она ему очень близка. Но он как будто бы боится... ошибиться. Я хочу понять, что здесь значит это, потому что... Возможно, здесь есть любовный треугольник. Да, у кого-то проиграется любовный треугольник. Это мы уберём в стороночку. В любом случае я могу сказать, что человек иногда уходит в себя на время подумать о том, что происходит между вами. Если вы сейчас не общаетесь, то человеку безумно интересно, что же с вами происходит, как у вас там дела. Очень мало что знает о вас сейчас. И да, это вызывает в нём интерес. Он всячески сейчас транслирует какую-то свою обеспеченность, самостоятельность, самодостаточность. Да, что вот... А посмотри, что у меня есть. Я многого достиг. Я работаю над этим. Или я просто показываю, что у меня это есть. Ну, неважно. Во-первых, у меня ощущение, что человек вообще на другом сконцентрирован. В данный момент в своей жизни у него как-то другие приоритеты. Видите, дублируется девятка. Человек в вас влюблён, но опять-таки очень много сомнений, потому что он не совсем понимает, как будет происходить сближение. Я могу сказать, что человек, возможно, планирует здесь переход на другой уровень с вами. Если же это человек, с которым вы сейчас не общаетесь, то это, возможно, снова вхождение в вашу жизнь. Чтобы, возможно, что-то удалось склеить, прошлые отношения и так далее. В любом случае, чувства здесь есть, они просматриваются, но это больше эмоции, полученные от вас. Вы человека, безусловно, очень наполняете. Вы очень наполненная женщина. и он, конечно же, это видит. Вы очень яркая, красивая. Давайте посмотрим такой взгляд в общем. Хочу посмотреть его чувства к вам. И мне здесь еще хочется дополнить немного по мнению чувства. Ну вот, приплыли. Да, вот, опять выбор. Причем этот выбор здесь расшифровывается как праздник Самайи. Это когда умирает что-то одно, приходит что-то другое, то есть похоже на трансформацию. И вот здесь эта карта говорит о том, что ваши отношения трансформируются и на это намекает вот эта лестница вверх, где молодая пара должна принять решение, что они двигаются вместе в одном направлении. Но там есть преграды. Эти преграды это все-таки его личное мнение, это его личные какие-то это то, что он себе придумал. Те преграды, которые он придумал себе. Опять-таки скажу, что возможно здесь любовный треугольник. Во-вторых, человек вполне может быть очень ревнивым. Преграды заключаются в том, что он вообще боится привязываться к людям. Он не совсем понимает женщин. Ну тут ревность по большей части на самом деле. Проигрывается желание наказать партнершу, если что-то идет не так, притом наказать больше морально. Человек, возможно, очень обидчивый. Такой, знаете, вот тут попахивает водным королем. Но это не у всех проиграется. Хорошо. По чувствам. У человека есть выбор по отношению к вам. вы ему близки. Он понимает, это он хотел бы продолжать. но старый формат отношений уже не работает. нужно что-то предпринимать. Я хочу посмотреть. да, человек сейчас в таком немного, возможно, даже отстранении от вас думает, выбирает. Честно, ну вот, правда, у меня складывается здесь только одна фигура, это как любовный треугольник, если же нет, то это как путь. Идти с вами в серьезные отношения или как-то оставлять все как есть и, ну, как-то выкручиваться, да. Вот. Если же здесь история не об этом, то это бывший, который думает, написать или нет. И здесь вот это вот наказать, это за прошлые обиды. наказать за за прошлое какое-то не то чтобы не повиновение, а захлаждение, какое-то безразличие, возможно, к нему. Такая история здесь. Может очень сильно прорисовываться. Хорошо. И я хочу посмотреть в завершение к этому раскладу его ассоциация относительно вас одной картой. Вот. Ассоциация. Ну, для него как подарок вы очень яркая, вы красивая и вы как будто бы вся для него. Вот вы дарите, я изначально говорила, вы дарите ему всю палитру эмоций и вызываете в нем какие-то очень нежные чувства. Но опять-таки знаете, у меня вот такое ощущение, что человек у него нет функции как будто бы вот влюбляться, да, до конца. Оно как-то очень быстро проходит, он как-то очень быстро остывает, что ли. Я хочу посмотреть и раскрыть это. не быстро влюбляется. Да, обнуляется очень быстро, очень быстро обнуляется, знаете, как дурачок. Ну, в буквальном смысле дурак выпадает, то есть очень быстро переключается с волны на волну и у него нет такой вот прямо он как будто бы когда-то себе запретил привязываться к людям, потому что считает, что все не вечно и все проходит и только потом больно. Он как-то научил, научил самого себя. Я еще хочу посмотреть, чувствую, что мне как-то он хотел бы, понимаете, тут в перспективе вы очень красивая, вы дарите, опять-таки, я говорю, вы дарите очень много эмоций, вы прямо человек, как праздник для него, вот его жизни, вот у вас какая-то такая энергетика, которая его заряжает, успокаивает, настраивает на нужный лад, но только в перспективе у него вот эти чувства, которые проснутся. Здесь очень возможно это, но тем не менее пока что я не вижу, правда, троечки. Такая вот история. Спасибо большое за ваш просмотр. Если вам было интересно, поставьте лайк, поддержите меня. А на этом всего доброго и пока-пока. пока-пока. Пока-пока.